Андрей Михайлович, с уверенной победой. Ваш комментарий по сегодняшней игре? Особо комментировать нечего. Все получалось. В первом тайме забили пять. Еще могли столько же забить. Пропустили совсем необязательный гол со стандарта. Но по второму тайму, по его началу, есть вопросы. Это детская психология. Вышли не готовы, скажем так, играть были. Пришлось немножко со скамейки покричать. Наверное, докричался. Потом игра вернулась в нормальное русло. И довели до уверенной победы. На ваш взгляд, с чем связан такой игрок? Во-первых, не могу не отметить людей, которые пришли со своей команды. Если они приходят, они должны отдаваться игре. Сегодня вопросов вообще никому нет. Это плюс настрой соперника, наши конкуренты. Скажу, полетело. И такие игры бывают. Честно сказать, жалко «Шахтер». Но опять-таки мы отталкиваемся от себя. Было в сегодняшнем матче два пенальти. Как думаете, связано ли с тем, что защитники просто не успевали за нападающими из Гумеля? И приходилось валить в штрафную площадь? Ну, естественно, любой пенальти – это ошибка обороняющегося. Первый пенальти, правда, мяч в руку попал. Но здесь тоже мы заставили ошибиться. Поэтому их могло быть больше, если бы мы более активно шли вперед в обыгрыше. В матче первого круга Гумель проиграл со счетом 2-0. А можете ли как-то по горячим следам сравнить эту игру и всевышную? Ну, «Шахтер» скажем так, в первом круге и во втором круге – это совершенно две разные команды. Со всеми событиями многие люди ушли в основную команду. Но и в игре первого круга тоже она, в принципе, слаживалась у нас неплохо до пропущенного гола. У нас были моменты, но забил «Шахтер» первый. Поэтому такой результат. Сегодня получилось у нас все. Команда пропускает тур, потом будет двухнедельная пауза на сборной. Какие планы дублировщего состава на эту большую паузу? Будем готовиться дальше. Два дня отдохнем и дальше тренироваться. Плюс у нас начинается лицензирование. Поэтому люди, которые меньше получали игровую практику в дубле, будут играть там. А так две недели поработаем. Конечно, хочется больше играть. Но волей календаря у нас получилось три недели. Поэтому готовимся. У нас очень сложные игры со своими конкурентами. Здесь такой игры уже, как сегодня, вряд ли стоит ожидать. Но надо быть готовым и забыть эту игру. Результат, конечно, остается. Но следующая игра будет гораздо сложнее. Никита, с победой твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо. Хороший получился матч. Погода была жаркая, конечно. Но я думаю, мы справились с установкой тренера. И в итоге такой большой счет. Игра первого круга полностью отличается от игры сегодня в Гомеле. Можешь ли сравнить их? Думаю, в первом круге просто мы играли на выезде. А тут получилось, что дома родные стены, как говорится. Так и получился хороший результат. У команды сейчас будет трехнедельная пауза. Какие планы? Ну, работа. Еще раз работа. Этого мало. Будем стараться, чтобы в каждом матче такой счет получался. Спасибо.